Время такое, сами понимаете Нам сейчас на подъем Стражей много? Еле ушли В доме гнездо, у самолета Кто-то мне сон сегодня снился Мерзкий такой Ну, что называется, сон в руку Да Втроеме-те смысла нет Да, гнездо Вэт, мужики, молодцы в общем Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре Над нами большой театр Кто из артистов жив, все тут Дают представление, со всего метро народ едет Метро-хашисты к войне готовятся А бегут-то чего? Как же так? Столько лет жили А теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? А расклад у нас такой Соседняя станция, площадь революции Наша, красная От нее до полиса два шага Я договорюсь, тебя пропустим Мигом у своих будешь Это о вас только что сообщили? Да, о нас Отлично, проходите В общем, Артем, ты погуляй тут пока Станция интереснейшая Я со своими переговорю и найду тебя Добро пожаловать И хорошо вам отдохнуть Ну, вы же понимаете Мы не можем ждать бесконечно А я что могу? Я ничего не решаю А кто решает? Что? Так трудно нас вепинять и отправить дальше Подайте последнему театральному критику Подайте, кто сколько может Что, молодой человек? Клюнули на мою островную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место Убийцы и шлюхи Тираны, воры, торгаши Все отлично себя чувствуют Даже некоторые скверные актеры А я, оказался, никому не нужен Никому Все мы дышим трухой большого Эта станция перенаселена призраками оперы И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черта с два А почему? Никто не любит правды Я говорю Вы позорите имя большого театра А они мне Теперь большой, это мы Им не нужны критики Им не нужно искусство Им нужны только бабки А эти несчастные, которые едут со всего метро В большой театр Не понимают даже, как их обманывают Искусство, молодой человек Говорят, это удел сытых Но Нужно оно и голодным Когда думаешь о возвышенном Голодные спас Немного отпускают Правда Никакого искусства Уже двадцать лет как нет Поэтому проблема голода актуальна для меня, как никогда Подай ты еще один патрончик, а? Спасибо Значит, есть еще люди в этом мире? Мерзко мне Мерзко Сидим мы здесь Светло, тепло Сиганом на Охи, дух-то по тебе Разжимки текут Неужто новенькое, чего сообразило? Дивертисмент Опера Какое тут новенькое Грибы под грибным золом Да, дядя Миша, Костя, Костя Когда вы вернулись? Когда? Ух ты, это же демон! Где Витя, почему сразу ко мне не зашел? Страшный какой, прямо как настоящий Демон, демон! Вон, крыльями как машет! Да, нападает! Нет, это он взлетает только Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет А папа видел много Правда, это демон? Дядя Миша Ну что, Никитич Когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? На неделю хоть деньги еще остались? Да какие тут деньги? Пустил все подчистую Все копил, копил Кончилась жизнь Патрончики хоть и самодельные, но нормальные Бери! Это ты хватил Лучшие останавливающие действия Лучшие! Может, только будет Ладно, я угощаю У меня дня три осталось Метательные ножи Тихо, надежно, смертельно Зажигательные гранаты Не дай врагу замерзнуть Вообще без промаха бьет Ну, удачной самообороны Патроны и другие боеприпасы Покупка, обмен, продажа Бери, бери, бери Не пожалеешь Вставляет как надо Целый день стоят Ничего подобного Вот мужчина подтвердит Я тут давно Сколько можно? С утра Мне уже который раз Бери, 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 бери Все, Артем, договорился Можем идти на революцию Через театр нас пропустят Ха, от тебя, что ли? Это не тебя наметни Жена сковородкой гоняла Ты еще на пироге прятался Не смеши народ Куда? А билеты? А вот тебе есть Да, да, конечно Проходите Ладно, Станиславский Если хочешь, посмотри тут Я тебя у гримёрки подошел Маэстро Канкан Маэстро Канкан А, такого сцена Большого театра Еще не видела Несравненно Не знаю даже Как теперь остальным артистам Производить впечатление на публику Впрочем, думаю, они справятся Переходим к следующему номеру Нашей потрясающей программы Этот человек призрел опасность Бросил вызов природе Ухватил бога нового мира за бороду И в очередной раз доказал Что человек венец творения Поприветствуем Нашего великого дрессировщика Леонида Бурова С его ручным Эээээ Ужасом Нашего города Оле.. Эп. Оле.. Ап. Оле! Оп! Я кому сказал? Оле! Ах ты, скотина тупая! Оле! Оп! Ты куда? А ну назад! Куда, скотина тупая? Убью! Да, номер определённо удался. Очередная убедительная победа человеческого гения над мутантами. Ладно, пошли в театрал. Кстати, о мутантах. Даже до нашей станции дошли слухи о новых мутантах на ВДНХ. Чёрных. Страшных. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, милочка. Работа просто заедет. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Сик тебе, своя есть ей пудрись. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у неё того. Эконом. После возвращения к традиционной рецептуре... Зато хозяйственный. За таким не пропадёшь. Ой, так и выходи за него. А он не зовёт. Эконом. Дура. Мы просто проверяем чувства. Ага. А пока он тебе пудры с потолка наскрёт. А у тебя и такого нет. В баре снимаешься. Что, Тёмч, по бабам и голодам? Медро без женской ласки тяжело. Промозгло. А? Беженцы. Одни беженцы. Что творится? А что творится? Война опять? Вот что я тебе скажу, Артём. Вроде идти уже надо, но давай гульнём, раз живы остались. А я угощаю. Прошу. Две фирменных. Специально для вас из старого запаса. О, это дело. Давай, Артём, встрогнем. Ух, хорошо пошла. Ай, вообще, хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почём зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп. Давай-ка ещё по одной. Давай, Артём. Так вот, ну да, у нас строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну и что? Порядок зато. У всех еды одинаковая, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. А ещё по одной. Ну, за равенство. Давайте. О чём это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счёта скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызём друг другу глотки и вся недолго. Так что, ты как хочешь, а я красный. Красный мы вам. Так что, давай. За порядок. Давай, Артём, давай. До дна, до дна. Ну, вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая. Красную линию защищай. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикады. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе? На дурацкую присказку о мушкетёрах? Ничего. Мы ещё поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Пошёл! Отставить! Это у нас так. Перегибы на места. Не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить. И ты теперь под арестом. Но, с другой стороны, всё может обернуться. Очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьёт ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр. Опа! Сам генсет! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло! Как всё закрутилось! Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Пошёл! Ты много знаешь. И я советую тебе не темнеть. И я тебе помогу! Но ведь с тобой кто? Мушкетёры! Один за всех и все за одного. А вот у товарища из орден, девиз другой. Всё для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жив. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовились. У нас сила! Здравия желаю, товарищ Генерал. Товарищ Морозов? Рад. Рад. Я думал, вы пропали. Смертью храброй. Был в плену Числав Андреевича. Вот, Рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер, его знаете? Так точно. Это Артём. Доверенное лицо бедника. Они вместе нашли Д6, и потом он отличался. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть, что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен векрестностями и сразу перейдём к темам. Известная вам мутанты-телепаты Чёрные представляет огромный научный интерес. Вы расскажете всё, что знаете о них. За это обещаю вам жизнью работу. В вашем же ордене. Но на меня. Будем как мушкетёры. Один за всех и все за... генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числа, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались наставить. Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай всё, что знаешь про Д6. На! Что это? Молчишь? Получай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови и его до сих пор любят! Стоять! Стоять, я сказал! Вы! Делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежны и испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция и вы все расскажете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют. Чем как папаша, родного брата. А вы, вы там, если выберетесь. Ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи. Наконец-то. Садись, Числа. Говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава? А информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим. А война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и политбюро сомневаются. Сомнения – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне. Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом, и после его безвременной кончины, кинзек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Числав, достоит вообще это чертово метро всей кровищи, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления не встретят сопротивление. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал. Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае и только на кодированной частоте. В случае контратаки противника объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, наш генерал. Ну, удачи, Орлы. Служу красной линией! Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он — моя цель. Продолжение следует... Что тут я? Да не ссы ты. В инструкции сказано — красный провод. Вот его и выдергивай. Сам и выдергивай. А я пока за углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик. Че руки-то дрожат? Руки, ладно. Главное, чтоб че другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод. Красный провод. Давай. Да не торопи ты. Ну, долго еще? Сейчас. Очкуешь? Подстань, дай подумать. Ладно, ты тут еще сто лет телиться будешь. Пойду прогуляюсь пока. Ну-ка, ну-ка. Т cocktails. Та-а-а. Та. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сам и выдергивай, а я пока за углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки, ладно. Главное, чтоб чё другое не дрожало. Так, собрались. Красный провод... Красный провод... Давай. Да не торопи ты. Ну, долго ещё? Сейчас. Очкоешь? Отстань, дай подумать. Ладно, ты тут ещё сто лет телиться будешь. Пойду прогуляюсь пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прижал! Отходите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА